Из-за шумной музыки я не слышу, о чём они разговаривают. Надо проследить за ними. Как же ты докатился до такой бедной жизни? Говорил же, жена насолила, вернее её муж новый. Да уж, тебе везёт на девушек. Ты себя тоже сюда прописала? Я, конечно, не ангел, но твоя жена бесспорно переплюнула меня. Они подпортили мне репутацию, и теперь я никуда не могу устроиться на работу. В моём благотворительном фонде требуются сотрудники. Я могу занять там должность? Какую? На этой неделе будет утверждена команда. В неё входят попечители, психологи, кураторы, координаторы, разные приглашённые специалисты и руководитель. Попечитель из меня не выйдет, а психолог мне самому бы не помешал. Я больше вижу себя в роли руководителя, но ты вряд ли дашь мне высокую должность. Почему же? Я как раз хотела тебе предложить стать руководителем проектов, но ты меня сейчас переубедил. Возможно, тебе действительно стоит начать с чего-то более простого, а то зазнаешься. Беру свои слова назад, и я хочу занять должность руководителя. Поздно. Могу предложить стать бургалтером фонда. И что мне делать? Развивать и продвигать фонд, а конкретно отчётность, расчёты и начисление выплат. Это же ад. Я был рождён стать руководителем, вести переговоры, заключать сделки. Сейчас понижу до тренера. Уж лучше быть тренером, чем возиться с этими бумагами. Хорошо, работа твоя. А карьерный рост есть? Я смогу стать руководителем потом? Ох нет, только после бухгалтерии. Тогда лучше сразу пройти этот ад. Ты снова опоздал. Я уже записала тебя в проектный отдел. Как много подарков им приносят. А от кого этот большой? От какого-то поклонника? Я не знаю. Юлия попросила нас сортировать их по именам. Я предлагаю подписать лишь родственников, так как она их потом будет благодарить. А со своими фанатами Юля вряд ли увидится, поэтому их можно раскидать рандомно. Согласна, родственников не так уж и много. Быстрее освободимся и пойдём в бар. Я подпишу подарки со стороны жениха, а ты со стороны невесты. Хорошо, но меня съедает любопытство посмотреть этот подарок. А давай возьмём себе подарки. Она даже не заметит, потому что не видела их ещё. Тогда я возьму себе тот большой и два маленьких. А я вот эти два. Откроем сейчас? Давай. Это же новый ноутбук! Какой-то богатый фанат подарил Юле ноутбук, который я заберу себе. А в маленьких что? Какие-то ключи с запиской, а в другом просто игрушка. Что в записке? Езди на здоровье. Её фанат подарил машину! Ты серьёзно заберёшь себе машину, которую подарили нашей подруге? О да, я это сделаю и ей не скажу. Но у тебя даже нет прав. Скоро будут. Я хожу в автошколу. Блин, а у меня утюг. Не забудь у тебя ещё один подарок. И туалетная бумага. Какой дурак дарит туалетную бумагу на свадьбе. Так не честно, у тебя машина. Я тоже хочу ноутбук и машину. Ну, открой ещё пару подарков. Она не заметит. Возможно, выпадет что-нибудь ценное. Класс! Всю жизнь мечтала о такой подушке. Пойду поплачу в неё. Юль, а о чём ты разговаривала со своим бывшим у бассейна? Не ревнуй, Рэй. Я видел, как ты флиртуешь с ним. Что ты такое говоришь? Не фантазируй. Я не фантазирую. Но мне показалось, ты сказала, что он тебе нравится. Ключевое слово здесь показалось. Ты просто волнуешься перед свадьбой. Ты меня не обманываешь? Ну всё. Раскусил. Да, я встречаюсь с тобой за денег и славу. Это ты хотел услышать. Я не понимаю, Рэй, почему ты так жесток со мной? Я открываю фонд помощи детям-сиротам. Забочусь о бульяше. И помогаю тебе на концертах. Прости. Я, наверное, правда переволновался. И напридумывал всякое разное. Забудьте ни о чём не волнуйся. Давай продолжим фотосессию с гостями. Да уж, и испортил мне настроение. Но не сердись, котёнок. Как ты меня назвал? Котёнок? Мне нравится. Сегодня самое прекрасное и незабываемое событие в вашей жизни. Создание семьи – это начало доброго союза двух любящих сердец. С этого дня вы пойдёте в жизни рукообраку. Вместе переживая радость счастливых дней и огорчения. Давид, я думаю, ты мне подсыпала Юлия. В топе тене. Она отловила его. Может быть, твой папа случайно положил на твою полочку? Он никогда не путал мою полочку со своей. А Юлия постоянно кладёт на мою полочку свои молочные продукты и оставляет мне меньше места. А почему она это делает? Говорит, что я маленькая, а полочка слишком большая для меня. Тогда Юлия могла поставить это по случайности на твою полочку. Но вдруг она ничего не подсыпала. Это же в первую очередь лекарство. Я уверена, Давид. Поверь мне. Она меня отловила, потому что я ей не ловлюсь. А у тебя осталось печенье? Есть только крошки. Отлично. Давай сюда крошки. Зачем тебе есть крошки? Вдруг они отлавлены. Мне не нужно есть крошки. Я отнесу их брату, который работает в центральной лаборатории. Он проведёт экспертизу. Ты так сильно вылочишь меня, Давид. Спасибо большое. Я сейчас принесу к лоским. Вот, держи. Только не ез их. Будь остолозен. Я не просто тебе так помогу. Тебе нужны от меня деньги? За то, что ты пойдёшь со мной на ИЗО в новую школу. Помнишь, я говорил про подготовительные курсы? Я постараюсь уговорить папу. Соблюдая торжественный обряд перед государственной регистрацией брака, присутствие ваших родных и друзей, Прошу вас ответить, является ли ваше желание стать супругами свободным, взаимным и искренним? Готовы ли вы разделить это счастье и эту ответственность? Поддерживайте любить друг друга в горе и в радости. Прошу ответить вас, Рэй. Да. Ваш ответ, Юлия. Да. С вашего взаимного согласия, доброй воли и в соответствии с семейным кодексом ТОКО-БОКО, ваш брак регистрируется. Прошу вас поставить подписи в запись актов о заключении брака. Обменяйтесь кольцами. Поздравляю. Отлично. Всё идёт по расписанию. Сейчас будет прогулка с фотосессией и бросание свадебного букета. Катя. Уже так стемнело и мне скучно становится. Ульяша куда-то ушла. Может сделаем что-нибудь весёлое? Да, давай подшутим над Маришей. О, давайте. Она меня так бесит. А может лучше пойдём на кухню и приготовим домашние бургеры? О, мне нравится Катина идея. И она безобидная. Катя, ты гений. Мы отравим бургер и подбросим Мариши. Но я хотела сама его съесть. Мы собираемся его испортить. Но вот так всегда. Самое прекрасное страдает. Для бургера нам понадобятся мягкие булочки, котлетушки и сырок плавленый. Сейчас принесу. Катлета нет, есть только мясо. Давай это мясо сюда, я его отобью по полной. Так, сейчас наколдую лучший бургер. Несите кепчук. Кизы. Операция закончилась. Бургер успешно приготовлен. А чем его можно отравить? Добавить много лука. Фу, ненавижу лук. Но это же ерунда. Вдруг она наоборот его любит. У меня другая идея. О, Мариша, приветик. А я тебя повсюду ищу. Мы с девочками приготовили бургеры. Свои уже съели. А твой остался. Не хочешь? Вы же меня ненавидите. Но иногда не ненавидим. Принимай булку дружбы. И пойдем поплаваем в бассейне. Но у меня нет купальника. Ульяша раздает купальники. Не волнуйся. Спасибо, Настя. Очень вкусный бургер. Переодевайся. Мы пока что сидим внизу. Позовешь нас. Девочки, я переоделась. Вы где? Париша, вот ножницы. Изрежь ее одежду. Готово. Погнали. Они так и не пришли. Мне уже холодно. Пойду переоденусь. Моя одежда испорчена. В чем же я вернусь домой? Кто ее так испортил? Девочки, вставайте. Сейчас буду кидать букет. И раз, и два, и три. Поймала. Ну все, ждите мою свадьбу. Мужа сначала себе найди. У меня много поклонников. Почему же никто до сих пор не сделал тебе предложение? Делали. Просто я отказывалась. Девочки, а вы подарки рассортировали? Конечно. Потом расскажешь, что подарили. Юлия, Юлия, вы такая красивая. Ваш фанат. Можно я вас поцелую? Что? Нет, отойдите от меня. Всего один поцелуйчик. Ну пожалуйста. Я буду так счастлив. Эй, парень. Я ее муж вообще-то. А что вы недостойны? Вы недостойны этой прекрасной девушки. Кто его сюда пустил? Охрана. Фу. Он пустил бомбу вонючку. Ее запах не выветривается семь часов. И на меня попало. Свадьба испорчена. Молодой человек, у вас большие проблемы. Эм, дорогая, есть и плюсы. Какие еще плюсы? Мы воняем вместе. Семь часов, Рэй. Я уверен, завтра все пройдет. Как и наша свадьба. Основное мы прошли. Гости веселятся. Мы можем вернуться домой. А Эдвард поедет с нами? Давай после того, как Ульяша поправится. Я бы не хотел заставлять ее волноваться. Как скажешь. Но не оттягивай. Эдвард мой сын и должен жить с нами. Малисо, почему ты платьешь? Кто-то из девочек испортил мою одежду. И теперь мне не в чем возвращаться домой. Только в купальнике. Я дам тебе свою одежду. Пойдем в комнату. Спасибо тебе. А еще не хватает одной детали. Какой? Другое дело, принцесса. Я так часто тебя обижала. А сейчас ты мне помогаешь. Давид говорил, не отвечать злом на злом. А где он, кстати? Поехал его в блат, и они уехали проводить экспертизу. Понятно. Он так сильно любит тебя. Не волнуйся, Давид мой просто друг. Просто друг? Да, мне нравится, Давид. Но просто нравится. Не так сильно плесильно, как мусс и дина. А как просто друг. Понятно. Спасибо, что честна со мной. Ты за моя сестренка, ладная. А может погуляем завтра? А то мне совсем не с кем. О, Моза, у меня как классные от конселта и репетиции. И чувствую я себя уже лучше. Тогда я позову еще одну девочку. Она тебе понравится. Сейчас позвоню ей. Ой, Аш, тебе кто-то звонит там. Ой, это за Малиса звонит, нападалась на телефон. Надо выключить. Странно, абонент не отвечает. А тебе кто звонил? А мне папа. Спасывал, как я себя чувствую. Ну вот, запах уже выветрился. Не напоминай, я еле заснула. Папуля, а можно еще добавки вафелек? Конечно, солнышко. Держи, Ульяшенька. Приятного аппетита. Спасибо, папуля. У тебя самые вкусные вафельки получились. А мне надо сейчас съездить в детский дом. Мы открываемся официально. Я хочу потренировать речь, пока никого нет. Тебя подвезти? Не надо, Рэй, я уже заказала водителем. И зачем тебе водитель, когда есть я? Ну, не хотелось тебя дергать, сегодня выходной. Ладно, я побегу, увидимся позже. Надо проследить за ней. Вчерашняя ситуация с моим бывшим врагом мне не дает покоя. Я сто процентов видел, как она флиртовала с ним. Папуля, о чем ты задумался? Ульяш, я должен отъехать на часик. Посидишь дома одна? Холосо. Ой, мне кто-то звонит. Давид звонит на первый телефон. Алло, привет. Брат прислал результаты. Печенье, правда, было отравлено содержимым из пузырька. Я заговорила. Надо сложно догнать папу и рассказать ему то, что Юлия меня отловила. Ну вот, оно зауехал и заклыло меня. Ну что, тренер, пойдемте на собеседование? А может, сразу на повышение? Повышение надо заслужить. Как насчет поцелуя? Да уж, ухаживаешь ты намного лучше, Рея. Готов поспорить, он вообще не умеет ухаживать за девушками. У него теперь есть жена, куда ему за другими девушками бегать? Но тебе же не мешает твое замужество встречаться со мной. Я так подумала, он мне совсем больше не нравится. Мне нужны от него только деньги и внимание папарацци. Нравится, когда за мной бегают и хотят пообщаться. Не могу поверить своим глазам. Узнаю Юлию. А теперь еще буду вести благотворительный фонд, на который он же мне выделил большую сумму. Но я и половины не потратила. Все отложила себе в карман, а сиротам куплю дешевую мебель. И это твоя благодарность, Юлия. Я все видел и слышал. Рей, что ты тут делаешь? Ты вышла за меня замуж из-за денег. Ульяша была права, а я ей не поверил. Это не так. Но не ври мне только сейчас, прошу. Ты давно за нами следишь? Да, с самого начала. От тебя я вообще не ожидал. Мне показалось, что мы помирились и стали друзьями. А ты крутишь роман с моей женой за спиной. Рей, прошу, остановись. Давай спокойно поговорим. Я не хочу с тобой разговаривать. Между нами все кончено. Слышишь меня? Все кончено. Ну не горячись так, милый. Сегодня же соберешь все свои вещи и покинешь особняк. И да, все деньги за фонд вернешь. Хотела славы? Получишь ее. Завтра все узнают о моем разводе и бывшей жене мошеннице. Остановись, прошу тебя. Не подходи ко мне. Видеть тебя не хочу. Рей, ну не уходи так далеко. Знаешь что, а ты сам даже виноват. Если бы не пропадал на своих концертах, ничего бы не было. Ты столкнула его? Он без сознания. Помоги мне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова